Пожалуй, среди русских художников больше нет подобного примера. Воспитанник кадетского корпуса, он неоднократный участник боевых действий. В своих работах стремился показать не столько ужас и отвратительный лик войны, сколько и абсурдность и бессмысленность. Что особенно видно в его, пожалуй, самым известном творении, апофеоз войны. Василий Васильевич Верещагин в свое время прослыл и послом мира, и героем войны. А в честь его 175-летия картины и фрагменты полотен великого баталиста приехали в приморскую столицу. Кураторы выставки видят в пацифистских картинах о войне и крови повод углубиться в дебри социокультурной аналитики. Научные сотрудники Приморской картины галереи даже нашли, каждый по-своему, некоторые ответы на извечные вопросы. В основном человечество, которое сейчас бодрыми шагами шагает к развязке новой войны и страшной войны, оно как бы не чувствует это, не понимает. У него, вероятно, вот у молодежи, так вообще, по-моему, притупились чувства из-за того, что не очень много с гаджетами. На выставке можно увидеть не только картины, но и экспонаты из трех музеев и частных коллекций, в том числе и учебно-научный музей ДВФУ, который предоставил, дабы подчеркнуть исторический колорит и усилить эффект присутствия, настоящие старые ружья. Отдельные экспонаты достигали в размере двух метров и весили по 30 килограммов. Когда-то оно служило в боях, военные устанавливали его на крепости и, стреляя, держали оборону. Здесь же можно увидеть настоящий орден Святого Георгия Четвертой степени, такой же, каким был награжден сам художник за оборону Самарканда. Каждая деталь и каждый мазок кисти здесь несут с собой целый исторический контекст, пласты истории, но организаторы уверены, что даже не имея степени по культурологии, можно прочувствовать изображенное на полотнах. Даже, может быть, мы не совсем понимаем, что там написано, но на какой-то посыл, какой-то месседж, как сейчас говорят, мы получаем от нее, в отличие от вот этих пустых цифровых картинок. Стоит отметить, что в свое время Василий Верещагин побывал и на Дальнем Востоке, и именно русско-японская война стала для него последней. А в «Стране Восходящего Солнца» баталист провел довольно много времени, рисуя и описывая быт японцев тех лет, и в особенности японских женщин. А 31 марта 1904 года адмиральский корабль «Петропавловск» был взорван японцами в Порт-Артуре. Тогда Россия потеряла таких своих героев, как адмирал Степан Макаров и художник Василий Верещагин. Таким образом, баталист в буквальном смысле отдал жизнь за свое искусство, навсегда увековечив память о себе в своих произведениях. Евгений Черемухин, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.